Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я Алина Осокина. Я расскажу вам о новинке ввода Дворца книги, романе Пенелопов и Джеральд «Книжная лавка». Пенелопов и Джеральд – английская писательница. Она родилась в семье, связанной с литературой. Среди ее родственников были и писатели, и редакторы, и филологи. Она окончила школу для девочек, затем поступила в один из колледжей Оксфордского университета. Во время Второй мировой войны работала на BBC, а затем преподавала в Академии театрального искусства и работала в книжном магазине. За жизнь, посвященную литературе, Пенелопов и Джеральд была удостоена премии британского пен-клуба. А газета «Таймс» включила ее в список 50 крупнейших английских писателей послевоенного периода. Пенелопов и Джеральд дебютировала в литературе поздно, публиковав свой первый роман почти в 60 лет. Всего из-под ее пера вышло порядка девяти романов, трех биографических книг и двух сборников рассказов. Все ее произведения можно разделить на исторические и автобиографические. Книжная лавка как раз роман автобиографический. Он был опубликован в 1978 году, вошел в шорт-лист блукерской премии и был экранизирован. В 1959 году у Флоренс Грин все складывалось так, что порой она не могла с уверенностью сказать «спавали сегодня ночью». Виной тому были бесконечные волнения по поводу того, стоит ли ей покупать небольшой участок земли со старым домом и сараем на берегу, вполне пригодным под склад, чтобы открыть в этом доме книжный магазин, единственный в Хардборо. Возможно, именно неуверенность и не давал ей спать по ночам. Однажды Флоренс видела, как цапля, летевшая над эстерием, прямо на лету пыталась проглотить только что пойманного ею гря. Но лугарь изо всех сил сопротивлялся, стремясь избежать прискорбной участи проглоченного и время от времени ухитрялся высунуться из длинного клюва цапли то на четверть, то на половину, а то и на три четверти. Однако оба существа проявляли нерешительность, и это было поистине достойно жалости. К каждому, похоже, его задача оказалась не по силам. И теперь Флоренс казалось, что если она и впрямь ночью глаз не сомкнула, кстати, люди часто так говорят, хотя имеют в виду нечто совсем иное, то уснуть ей наверняка не давали мысли об этой цапле. Сердце у нее было доброе, но от доброго сердца мало проку, когда речь идет о самосохранении. Более восьми лет из той половины жизни, которую она успела прожить, она провела в Хартборо. Жила она на очень небольшие деньги. Покойный муж оставил ей крошечное наследство и лишь недавно начала задумываться о том, что неплохо было бы уяснить для себя, правильно ли она живет, а потом, возможно, дать это понятие окружающим. Собственно, в холодной чистой атмосфере восточной Англии умение выжить считалось зачастую тем единственным, что можно требовать от человека. Убей или полностью исцели, так считали тамошние жители. Либо долгая старость, либо мгновенная смерть и упокоение в соленой земле на заросшей травой церковном кладбище. Флоренс с виду маленькая и худенькая была на самом деле довольно крепкой и жилистой, но в целом весьма неприметной, если смотреть спереди, и уж совсем неказистой, если смотреть сзади. О ней и сплетен-то особых не было, а ведь в Хартборо каждый человек на виду, и все увиденное непременно обсуждается. Даже зимой и летом в одежде у нее мало что менялось, зато все сразу узнавали ее зимнее пальто. Это пальто принадлежало к тому типу одежды, о каком, говорят, год продержится и хорошо. В 1959 году в Хартборо еще не было ни закушечной фиш-энд-чипс, ни прачечной, ни кинотеатра. Правда, раз в две недели по субботам кино все же показывали, хотя потребность во всем этом и ощущалась. Но уж точно никому и в голову не приходило, что миссис Грин, именно она, вздумает открыть в городе книжный магазин. Я, разумеется, в данный момент не могу дать вам конкретного ответа. Решение зависит не от меня, а от руководства банка. Но надеюсь, что принципиальных возражений против предоставления вам кредита не возникнет. Правда, до сих пор имелись определенные правительственные ограничения по предоставлению кредита частным лицам, но сейчас появились явные признаки послабления. Тут я никаких государственных секретов не выдаю. Конкурентов у вас, само собой, либо не будет совсем, либо их будет очень мало. Во всяком случае, те несколько романов, которые, как мне сообщили, выдают для прочтения в магазине шерстяных изделий, трудолюбивая пчелка конкуренции вам не составит. К тому же вы уверяете, что у вас имеется значительный опыт в книготорговле. И Флоренс, готовясь в третий раз объяснить, что она под этим подразумевает, снова вспомнила, как 25 лет назад они с подругой начинали работать в книжном магазине Мюллера на Вигмор-стрит в должности помощника продавца. И у обеих на голове был аккуратно уложенный перманент, а на грудь висал непременный карандашик на цепочке. Лучше всего она помнила те моменты, когда мистер Мюллер, призвав всех к молчанию, громко, с рассчитанными паузами, зачитывал слух продавцов и их помощников, которым по жребию выпало закрывать счета и проверять количество проданного товара. Тогда сильно не хватало парней, с которыми можно было пойти на свидание. И Флоренс очень повезло, что она не только нашла себе пару, но и в 1934 году вышла замуж за Чарли Грина, частенько покупавшего у нее сборники поэзии. «Да, в молодости мне удалось довольно тщательно изучить это дело», сказала она. «И вряд ли с тех пор торговля книгами в своей основе претерпела какие-то особые изменения. Но ведь на руководящей должности вы никогда не служили и самим процессом не управляли, не так ли? И вот тут, пожалуй, мне стоило бы вам кое-что рассказать. Можете, если угодно, назвать это дружеским советом». В Хартборо появилось крайне мало новых предприятий, и одно лишь упоминание о чем-то подобном взволновало застойную атмосферу банка, как свежее дыхание моря, проникшее даже в самые отдаленные уголки суши. Кстати, вот какие отзывы оставляют наши читатели. «Возможно, открытие книжного магазина не требует храбрости, но только не в английском городке в 1959 году, где все неизменно и люди перестали хотеть чего-нибудь необычного. Нужно отдать должное стараниям героине, доброте и уверенности, а также оценить стремление к красоте». Стоит того, чтобы вы прочли ее за вечер. Я уверена, что буду еще читать книги этого автора. Как можно понять по названию и описанию, поверхностный смысл книги в том, что уже немолодая девушка открывает книжный магазин, при том, что почти все либо против, либо нейтрально относится. Вы узнаете, получилось ли ей сделать большой бизнес в виде множества книжных магазинов, или она решила его бросить почти сразу. В общем, здесь рассказана маленькая часть жизни героини, как она живет и общается с людьми. Главная героиня романа – отважная, сильная духом и смелая женщина средних лет, с добрым и наивным сердцем. Вопреки предостережениям жителей Хартбора, несмотря на угрозы местной элиты, по позицию трудности и ленности своего адвоката, она борется всеми возможными способами за то, что дорого ее сердцу, за свой книжный магазин. Несмотря на свой скромный объем, роман очень живый перед атмосферой серого, промозглого и недружелюбного приморского городка в Англии. Подлость, лживость, слабость, мелочность, преданность, отчаяние и смелость – вы найдете воплощение всего этого в созданных автором героях. В некоторые моменты их поступки заставят вас сжимать кулаки от негодования. В какой-то сцене вы грустно улыбнетесь. Как же эта книга мне понравилась. Она как глубокий вдох в морозное утро или тишина пустой комнаты после тяжелой рабочей недели. О, я право же не должна отнимать у вас столько времени, мистер Киба. Уж позвольте мне самому судить, есть ли у меня на это время. По-моему, прежде всего, намереваясь открыть книжный магазин, вы должны подумать вот о чем. Какова истинная цель этой затеи? Это самый первый вопрос, который следует себе задать, начиная любой бизнес. Надеетесь ли вы оказать нашему городку некую действительную ему необходимую услугу? Надеетесь ли вы при этом на сколько-нибудь значительный доход? Или же вы, миссис Грин, просто упрямо бредите своим путем, довольно плохо представляя себе, в каком весьма отличительном от нынешнего мире мы, вероятно, будем жить в 60-е годы? Я, кстати сказать, частенько сожалею о том, что не существует никаких специальных курсов для желающих заняться малым бизнесом. Очевидно, подобные курсы для банковских менеджеров уже существовали и вполне мистера Киба устраивали, и он, оседлав знакомую тему, заговорил живее, опираясь на собственный немалый опыт. Он, в частности, упомянул о необходимости профессионального ведения бухгалтерии, о различных системах выплаты кредита и о том, как дорого обходятся порой упущенные возможности. Я бы хотела заострить ваше внимание, миссис Грин, на одном обстоятельстве, хотя с вами, по всей вероятности, ничего подобного еще не случалось. Однако же подобную возможность никогда не упустит из внимания человек, обладающий более широким профессиональным кругозором. Я, собственно, имею в виду следующее. Если в течение определенного периода времени приток денежных средств перестает соответствовать их оттоку, то нетрудно предсказать грядущие финансовые затруднения. Уж эта форум знала хорошо. С того самого дня, когда в 16 лет получил свою первую зарплату, стала сама себя содержать. Но от резкого ответа мистеру Кибу она все же удержалась. Господи, куда подевалась ее благоразумие? Ведь она была готова к подобным вопросам и собиралась реагировать на них спокойно и тактично. Что касается ассортимента книг мистер Кибу, то, как вам уже известно, мне представлена возможность купить почти все, что необходимо. Мюллера, поскольку они закрываются. Она ухитрилась сказать эту фразу достаточно спокойно и твердо, хотя внутри у нее все же что-то дрогнуло. С такой силой вдруг нахлынули воспоминания. Впрочем, точной калькуляции я пока не делала. А что касается стоимости самого старого дома и устричного сарая, то вы и сами сочли 3500 футов ценой вполне справедливой. Однако, к ее удивлению, управляющим банком явно колебался. Но ведь этот дом простоял пустым много лет, сказал он. Впрочем, эта проблема не моя, а вашего агента по продаже недвижимости и вашего адвоката. Вами ведь Торнтон занимается, не так ли? Последний был, собственно, упомянут ради красного словца, поскольку в Хартборо имелось всего два адвоката. Хотя я бы, пожалуй, предположил, что стоимость данной собственности можно было бы еще немного понизить. Этот дом никуда бы от вас не ушел, если бы вы решили все же немного подождать. Знаете дальнейшие разрушения, повышенная влажность? Ваш банк – единственное здание в Хартборо, где нет повышенной влажности. Прирвала его Флоренс. И вы просто привыкли целый день работать в таких условиях, а потому, наверное, и стали настолько требовательным. И потом, продолжал мистер Киббл, я слышала об иных предложениях, а моя деятельность позволяет мне судить о том, что подобные предложения вполне возможны относительно использования этого дома. Хотя, конечно, всегда существует возможность перепродажи. Естественно, я хочу снизить расходы до минимума. Управляющий банка приготовился понимающий улыбнуться, но удержался, поскольку Флоренс резко прибавил. Но ни малейшего намерения впоследствии перепродать дом у меня нет. Я понимаю, это выглядит эксцентрично, когда женщина моего возраста совершает столь решительные шаги. Однако я этот шаг уже совершила и назад пятиться не собираюсь. А на что еще, с точки зрения нашей собственности, годится старый дом? И почему в таком случае за последние 7 лет никто в этом направлении никаких действий не предпринял? Да там половина черепицы отсутствует, а внутри галки гнездятся и жутко воняют крысами. Так может, будет лучше, если люди смогут туда приходить, спокойно рассматривать книги и покупать их? Так вы о повышении культур населения заботитесь? В голосе управляющего послышалось и сожаление, и невольное уважение. Забота о повышении культуры – это для любителей, и я, разумеется, не смогу содержать в магазине себе убыток. Между прочим, Шекспир был профессиональным торговцем. Подобные разговоры всегда вызывали у Флоренс слишком сильное волнение, зато она, по крайней мере, была способна испытывать к определенным вещам и любовь, и глубокий интерес. Почувствовав, что она нервничает, мистер Киббл миролюбиво посетовал, что чтение книг отнимает слишком много времени, а как раз времени-то ему постоянно и не хватает. Хотелось бы мне побольше свободного времени иметь. У людей, знаете ли, несколько превратное представление о работе банков. Считают, видимо, что банки вообще никогда не закрываются. Честно говоря, у меня крайне редко бывает возможность вечером просто отдохнуть. Только не поймите меня неправильно. Я считаю поистине бесценным, когда на прикроватном столике лежит хорошая книга. А уж когда я в скором времени выйду на пенсию, то буду непременно прочитывать хотя бы несколько страниц, пока меня Соня не смотрит. И Флоренс невольно подумала, что при такой скорости одной хорошей книги ему хватит более чем на год. А поскольку средняя цена книги 12 шиллингов и 6 пенсов, то она вздохнула. Мистер Киббл она знала не очень хорошо. Мало кто в Хардбор достаточно хорошо его знал. И хотя пресса и радио постоянно твердили, что в Британии наступили годы процветания, большинство жителей Хардбора по-прежнему испытывали нужду и, в принципе, избегали каких-либо контактов с банковскими работниками. Действие романа разворачивается в 1959 году. Главная героиня решает открыть книжный магазин. Она уверена, что это изменит ее жизнь и жизнь ее соседей к лучшему. Однако горожане считают, что книги не могут принести пользу городу. Одна из жительниц делает все возможное, чтобы закрыть книжный магазин, а на его месте создать модный центр искусств. Сумеет ли главная героиня сохранить свое детище? Узнать можно, только прочитав книгу. А найдете вы ее в центре чтения дворца книги. А вы читали книжную лавку? Делитесь в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!